МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на ТНТ. Я и мои коллеги готовы рассказать о самом важном и интересном в студии Андрей Фадеев. Смотрите сегодня. Осторожно, косолапый, на запах челненских пирожков вышел медведь. Гонки вне закона, что светит тем, кто устраивает опасные покатушки на городских дорогах. Поезд Победы, Восточный экспресс и обычная пермская электричка. Все это в одной квартире, а на что еще способны руки мастера. Во сне мне эти тепловозы снятся. На оживленную трассу в районе Чолвы вышел медведь. Очевидцы прислали к нам в редакцию фотографии и видео. Разве что автограф косолапый поставить постеснялся. Почему опасный хищник пожаловал к людям? Александра Зеленина разбиралась. Наверное, дикого зверя привлек запах знаменитых челненских пирожков. Ведь как раз сейчас мишки просыпаются от зимней спячки и бродят по лесам в поисках съестного. Никакой агрессии он не проявлялся. Мы не подходили к нему. Я открыла окно, машина посмотрела. Вот он ходил по пригорку, получается, вдоль леса. Ну, видимо, там траву или что-то съедобное искал. Мы ему кинули кусок хлеба, но он к нему не подошел. Мы пытались в лес прогнать, чтобы, не дай бог, на дорогу не добежал. Хорошо, хоть Мишка оказался не злым. Между прочим, повстречаться с медведем – дело нехитрое. Особенно в это время года. Вот, например, Виктор Суханов до сих пор помнит случай 30-летней давности. Он просто собирал ягоды. Идем, собираем малину, слышим какой-то ревк наподобие бычка. Мы думаем, откуда здесь может быть бычок в лесу, так далеко. Приподнялись выше на поверхность. Увидели там не бычок, а медведь. Ну, естественно, дёрг от него. Хорошо, что Мишка не заметил любителей малины. Но то было в лесу, а теперь всё чаще и чаще дикие животные встречаются людям не в естественной среде обитания. Мы решили спросить березняковцев, что бы они сделали при встрече с лесным жителем. С медведем бежать. Поможет, думаете? Нет, не поможет. Но всё равно убегут. А если догонит? Ну, что делать? Судьба. Первое, на мой взгляд, искать какое-то дерево, куда залезть, а больше я не знаю вариантов. Наверное, убегут. Думаете, поможет? А если догонит? Думаю, что нет. Но постараюсь сделать ноги. Бежать. Не поможете? К дереву тогда встану. А у дерева что? Там, так? И он меня не увидит. Поговорю. О чём? О чём попало? Со страху-то? Что он мне говорит? Что-нибудь? Смех смехом, а между тем хищный зверь весьма опасен. Уложить противника одной левой он может с лёгкостью. Но если судьба когда-нибудь сведёт вас царём леса, паниковать и убегать ни в коем случае нельзя. Это совет профессионала. У любого зверя, у него в инстинкте заложено, что ему нужно догнать свою жертву. Он же хищник. Поэтому, когда человек стоит, он тоже встанет и уйдёт. Если есть какие-то, ну как грибники, ягодники, то постучать по корзине, по ведру, создать только шум. Но ни в коем случае не убегать. Стоять, бояться и как можно громче шуметь. Так вы покажете хищнику не на того на палка салапы. А постараются остаться незамеченными и уйти по добру, по здорову. Александра Зеленина и Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Жителей 81-го дома на улице Мира сегодня утром разбудил вой сирен. Четыре пожарных расчёта были высланы к гостинке после сообщения о клубах дыма, вырывающихся из окон одного из подъездов. Подробности в сюжете Дмитрия Сидельцева. Первые признаки задымления в коридорах второго подъезда гостинки на Мира 81 появились в районе 10 часов утра. Бдительные жильцы сразу вызвали пожарных. Там внизу диван, говорит. Внизу? Да, ну, проходит. На втором даже? Справа до конца, ну. В смысле, выигрышный старый? Ну, не знаю, наверное. А как? Кто обнаружил? Я не знаю, я вообще проснулся. Проснулся, дым немного. То есть это под нашей квартирой? Да, да, да. Несмотря на то, что дым из подъездных окон валил столбом, а здание было окружено пожарными машинами, некоторые из местных обывателей наблюдали за происходящим с завидной безмятежностью. Хотя, по словам огнеборцев, угроза для жителей дома была реальна. Горела старая мебель и вещи в коридоре на втором этаже. Задымление по этажам распространялось очень быстро. Поэтому угроза для жителей дома присутствовала. Пожар был локализован в считанные минуты, и хозяева смогли вернуться в свои квартиры. Однако вскоре подобная ситуация вновь может повториться, считают пожарные. Ведь привычка заваливать коридоры всевозможным хламом у некоторых жителей неблагополучной гостинки выработана годами. Дмитрий Сидельцев, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Занимательное видео попало на просторы интернета. В местные новостные группы ВКонтакте некий юноша выложил ролик уличных гонок. Юноша хвастается видео с дрифтом, так называемым управляемым заносом. Вождение, конечно же, виртуозное, но есть ли ему место на дорогах общего пользования, выяснял наш корреспондент. Крутые виражи, виск резины. Неизвестный молодой человек выделывает впечатляющие автомобильные па. Но только происходит все это на дороге в районе Зырянки. А тут и люди по обочинам ходят, и мамы с колясками. В интернете хвастуна не одобрили. А это нормально, что происходит все на дороге общего пользования? И где это, кстати? К моему сожалению, в нашей стране почти нет гоночных трасс. Я разве кому-то помешал? Года четыре назад автомобиль влетел на остановку у сада номер 47. Этот сад находится на трассе от Нарта в Кидоросинке. Хорошо еще, что автобус перед этим ушел. Так с какой скоростью летел этот автомобиль? И такие гонки летом там постоянно. Нам удалось по телефону связаться с тем самым водителем. Юноша пояснил. Оператор, снимающий видео, еще и регулировщик. Парень подает с помощью отражателя сигнал. Дорога свободна. И только после этого водитель жмет на газ. Молодой человек признался. Готов даже штрафы платить за адреналин. Мы попытались связаться с профессиональными гонщиками, спортсменами из нашего города. Но никто пожурить героя сюжета не пожелал. Один даже признался, сам так иногда делает. Жажда скорости и острых ощущений берут свое. Но все это вне рамок закона. Данные манеры езды характеризуются как опасное вождение. За такое вождение предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей. Тем временем в других городах дрифт – это большой и серьезный спорт, в который с удовольствием идет молодежь. Организованные трассы, ежедневные тренировки, соревнования и выплеск адреналина, которого так не хватает местным ребятам. А пока любителям полихачить остается ждать. Или же все взять в свои руки и самим организовать подобные экстрим-клубы. А не будоражить визгом шин местные поселки. Елена Суханова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ. Если и вы увидели что-то необычное, стали свидетелем аварии или пожара, снимайте видео на телефон и становитесь мобильным репортером ТНТ. Каждую пятницу мы будем подводить итоги акции и дарить подарки за лучший материал недели. Помните, мы делаем новости вместе с вами. А сейчас время нашей новой рубрики «Коротко о главном». Дайджест новостей подготовила наша редакция. Рыба стоимостью в полмиллиона. Теперь столько придется выложить за рыбалку во время нереста. Ограничения на Камском водохранилище действуют с 5 мая по 15 июня. На остальных водных объектах запрет на рыбалку введен еще 15 апреля. В это время ловить рыбу можно, но только поплавочной или донной удочкой. Кручков должно быть не более двух. Нарушителям запрета грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. А в некоторых случаях и уголовная ответственность. Отвечать по всей строгости закона придется и за подделку документов. Стражи дорожного порядка бьют тревогу. В Прикаме зарегистрированы случаи езды с фальшивыми водительскими удостоверениями. Сотрудники ГИБДД предупреждают, за подделку можно поплатиться свободой. Ответственность предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо арест на полгода. В Пировском крае будет запрещено продавать алкоголь во время последних звонков. В день пограничника, который пройдет 28 мая, чиновники запретили продажу горячительного и 1 июня, в день защиты детей, а также 12 июня, в день России. В случае нарушения должностным лицам сведет штраф в 4 тысячи рублей, а юридическим до 40 тысяч. Трезвых вам праздников! Новости короткой строкой подготовила Евгения Кокшарова. В эти выходные березняковцы окунулись в послевоенное время 40-х годов. На станцию Березняки прибыл легендарный поезд Победы, включающий в себя хирургический вагон, где спасали жизни раненых солдат, и старинный паровоз Лебедянку. Сколько нужно угля, чтобы раритет проехал хотя бы 5 метров, теперь знает наш корреспондент Екатерина Федорова. Легендарная Лебедянка привлекает к себе внимание не только громким гудком. Красная звезда и портрет вождя – неотъемлемые атрибуты Победы. В 45-м такие машины встречали на всех вокзалах Советского Союза под звуки вальса. Прикоснуться к истории выходной день в Березняках желающих было немало, поэтому прокатиться в поезде Победы разрешили в первую очередь детям. Но и нашей съемочной группе сами напросились. Уголь из тендера, стопку. В котле, получается, закипает вода, создается пар. Вот давление пара показывает на манометре. Вот здесь постоянно, да? Да, вот показывает уровень воды в котле. Нельзя опускать его ниже нижнего. Почетная миссия управлять этой махиной выпала Сергею Патрушеву. Машинист рассказывает, «Лебедянка» – единственный локомотив на паровой тяге, сохранившийся на ходу на Свердловской магистрали. Воды в запасе 27 тонн, угля 17. И этого хватает только на 50 километров пути. Уголь в топку загружают вручную. Нам сегодня доверили лопату в руки. Взять уголь. На самом деле это очень тяжело. Сейчас нужно как можно дальше правильно закинуть. Кидаем. Раз, два, три. Ух! Все. Ну, того, что я кинула, хватит буквально на 5 метров. Ни кочегары мы, ни плотники. Нам бы что? Полегче. Например, гудок. Вот этот вот? Да, только очень сильно. И что, прямо уууу? Уууу. Еще сильнее. Лучше сверху вниз давить. Давайте раз, два, три. А-а-а! Так здорово. Ууууу. Ууууу. Уууу. 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 Так здорово. Можно еще раз? Уууу. 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 Ууууу. Уууу. Ууу. Уууу. Чехословатские маневровые тепловозы, аварийно-восстановительные Дрезина тепловоз Т3. В коллекции Валерия Мельникова почти 20 моделей. Любимая супруга только поддерживает. Вот этот тепловоз он сделал по моей просьбе, потому что это память детства. Мы в деревне, где вместе жили, там вот эта теплка начинала работать 3 часа. И мы бегом все в рассыпной, потому что в 6 утра она покосый. Слышите, компрессор работает. Валерий Александрович – потомственный машинист. В один прекрасный день взял маршрут на изготовление паровозов, на которых когда-то работал его отец. Поезд «Победы» восстанавливал по реальным размерам, когда «Лебедянка» впервые прибыла на станцию «Березники». Я специально приехал на вокзал, взял рулетку, начал измерять колесные пары диаметром, начал фотографировать. Ко мне подошел главный ИГР и спрашивает, вы случайно не террорист? На одну такую модель уходит почти полгода кропотливого труда. А сейчас мастер заканчивает работу над этим пассажирским красавцем. П-36 – последний паровоз, выпущенный в Советском Союзе. А после для творчества – зеленый свет. Советская железнодорожная промышленность – поле непаханное. Мечта у меня есть такая – съездить в город Тольятти. У меня там друг-одноклассник живет. Вот я там был. Но впоследствии я узнал, что там есть музей паровозов. А я на нем где был. Надо будет съездить и посмотреть обязательно. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Еще одна наша землячка решила покорить столичную сцену. Жительница Березняков Евгения Ширяева едет на конкурс красоты «Мисс Русь». Изюминка этого бьюти – соревнование в том, что участвуют в нем красотки исключительно с пышными формами. С Евгенией Ширяевой телезрители канала ТНТ «Березняки» уже знакомы. Пару лет назад девушка с аппетитными формами участвовала в шоу «Это реально», где участники сбрасывали лишние килограммы. 28-летняя Евгения и сегодня ведет здоровый образ жизни и в свободное время занимается танцами. Участвовать в конкурсе красоты для девушек размера «Плюс» наша героиня согласилась не раздумывая. Новое событие какое-то в жизни для меня, то есть яркое событие, где можно себя проявить, открыть, показать какой-то новой стороны. То есть не только именно где-то в рабочей обстановке, а так вот в творческой сфере. На конкурсе «Мисс Русь» Пермский край будут представлять еще две пышечки. Анастасия Воробьева из Перми и Виктория Ляхович из поселка Югокамский. А какие козыри подготовила Евгения Ширяева из «Березняков», чтобы превзойти соперниц, мы расскажем в одном из следующих выпусков. Прогнозы синоптиков вновь неутешительны. В ближайшие два дня заморозки на почве до минус 6 градусов. Более подробно о погоде смотрите далее. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и отличной рабочей недели.